Здравствуйте, уважаемые друзья! В сегодняшнем уроке мы создадим вот такой вот креативный коллажик. Как его делать, мы, наверное, уже с вами знаем. Либо можем догадаться. Мы уже с выделениями делали такие фишки на прошлом занятии. Но отличие здесь в том, что они, видите, раскрашены в другой цвет. И немного повернуты, да? И мы научимся трансформировать выделения. И научимся колоризировать какие-то объекты на нашем холсте. И в плане этого изучим новый инструмент корректирующий, который называется черно-белое. Итак, давайте я верну состояние изображения в тот вид, в котором оно было в самом начале. То есть я удаляю вот эти вот элементы. И сначала давайте мы рассмотрим корректирующий инструмент черно-белое. Ну, во-первых, что такое вообще корректирующие инструменты? Давайте я войду в другую картинку. Да, здесь у нас она такая разноцветная. Есть зеленые цвета, желтые, красные, серые, наверное, да? Вот. И смотрите. У нас в пункте меню изображения находится такой подпункт коррекция. И по нему вы видите очень много-много корректирующих инструментов. Что такое корректирующие инструменты? Это инструменты, которые позволяют исправлять цветовую структуру изображения, свето-теневую структуру изображения. То есть позволяет исправлять те неточности, которые могли произойти при фотографировании. Вы даже по названиям здесь можете видеть, что здесь, значит, цветовой баланс можно поменять. Вот, пожалуйста, черно-белое, сочность. Экспозиция сама себя говорит. Это уже говорит о том, что света больше, света меньше, да? Яркость, контрастность. То есть очень много элементов, которые говорят сами за себя. Скажу даже больше, что изначально Photoshop уже более 30 лет назад был создан вот только с набором этих инструментов, да? Корректирующих. То есть их даже было меньше. Вот, этот Photoshop, он тогда назывался по-другому, был создан при издательстве, где каждый день прибегали фотографы со своими фотографиями, да? И раньше фотография была немножко, как бы, похуже дела с ней обставили, чем сейчас, да? И требовалось их корректировать перед выходом в печать. И эта программа была специально создана именно для вот этих целей. И вот эти инструменты там были. Уже потом, когда Photoshop, в принципе, начал обрастать уже другими инструментами и дорос до той степени, в какой он сейчас находится, да? Вот, уже, как бы, время прошло, да? И Photoshop стал таким, каким он сейчас есть. Но изначально это было вот только вот эти инструменты. Скажу даже больше, что возможности этих инструментов настолько широки, велики и безграничны, да? Что об этом можно очень много и много рассказывать. Мы, конечно же, пройдем все базовые вещи, которые с этой коллекцией связаны, да? Но мы будем делать это постепенно. И первый инструмент, который мы с вами изучим, это черно-белое. Сразу хочу сказать следующую вещь. Кто-то может спросить, ну, мы же, как бы, вроде начали изучать вот эти инструменты, да? Почему мы не идем дальше-дальше, ну, вниз по этим инструментам? Ну, дело в том, что, исходя из своей преподавательской практики, я могу сказать, что для того, чтобы эффективнее изучать инструменты в левой панели, нам нужно еще очень много знать дополнительных возможностей программы, чтобы наиболее эффективно рассматривать все в комплексе, понимаете? Вот именно комплексный рассмотр всех примеров, всех инструментов, позволяет нам оценить возможности программы наиболее максимально эффективно. Вот так вот назовем. Итак, давайте сегодня мы рассмотрим корректирующий инструмент, который называется черно-белое. Вот он. Когда мы щелкаем по этому инструменту, у нас появляется, во-первых, вот такое-то окошко, да? И у нас появляется, соответственно, не появляется, а наше изображение становится черно-белым. Вот. Кстати, сразу хочу сказать, что этот инструмент у нас не только делает изображение черно-белым, но и позволяет его тонировать какой-либо цвет, ну, то есть придавать какой-то оттенок интересный. Так вот, что этот инструмент делает вот так вот по умолчанию? Во-первых, он раскидывает наше изображение по шести цветовым диапазонам. Вот вы их видите. Красный, желтый, зеленый, голубой, синий, пурпурный. И по умолчанию он в такой, как сказать, не нейтральный, конечно, но в такой общепринятый черно-белый цвет изображение преобразует. Вот. Но, если мы хотим акцентировать внимание в черно-белом виде на каком-то предмете определенном, то мы можем этими движками двигать. Ну, вот, например, смотрите. Вот у меня здесь зеленые листья вот этого салата, да? И у меня есть зеленый движок. Смотрите, если я буду двигать вправо зеленый движок, да? То именно цвет зелени у меня становится либо светлее, да? Либо, соответственно, становится он темнее. Вот. Вот так вот это все происходит. Соответственно, с другими цветами такая же у нас история. Например, у нас помидорки здесь красные, да? Если я буду красный цвет ослаблять, видите, помидоры у нас становятся светлее. Кстати, желтый перец тоже становится светлее, но это происходит от того, что красный цвет принимает участие в создании желтого цвета тоже. Поэтому желтые оттенки и белые оттенки, вернее, красные оттенки, они как бы, ну, не то что родственные, они, в принципе, могут влиять на одни и те же объекты в плане осветления либо затемнения. И, соответственно, мы можем, двигая вот всеми этими движками, делать черно-белое изображение наиболее выразительным в определенных участках. Это вот такое первое предназначение инструмента. Да, кстати, кроме всего, здесь есть галочка просмотр, как было, как стало, чтобы мы могли смотреть, на что мы влияем, да? И есть необходимый набор определенных параметров, то есть это пресеты предустановок, которые уже настроены разработчиками программы. Вот. И, например, мы можем включать какие-то пресеты и смотреть, какие у нас результаты получаются. Теперь синий фильтр. Как если бы, допустим, мы поставили перед объективом синий стекло, да? И смотрите, видите, у нас, соответственно, все красные и желтые оттенки стали вот такими темными-темными. Мы, конечно, можем эту штуку доработать, двигая вот эти движочки, да? Сюда или сюда. Вот. Но... Здесь уже все зависит от того, какой результат вы хотите получить. Есть, например, темнее мы общее делаем. Вы можете пройтись. Вот зеленый фильтр поставил, видите, все стало светлее. Ну, честно говоря, вот этими фильтрами я особо не видел, чтобы люди интенсивно пользовались, да? Все-таки как-то приходится, ну, от руки выбирать необходимые параметры, да? За счет этого достигать какой-то степени черно-белого изображения. Ну, где используется данный инструмент? Ну, если нам необходимо просто обесцветить изображение, мы, конечно, можем его использовать. Либо акцентировать внимание на каких-то деталях, да? Я уже об этом говорил. Вот. Но обычно этот инструмент применяется в комплексе, как определенный этап по обработке изображений. В творческой, либо технической. Ну, мы потом подробнее этот инструмент рассмотрим, конечно же, в каких-то выполнениях, при выполнении каких-то работ, да? Ну, а сейчас просто давайте мы просто, ну, как сказать, запомним о том, что есть такой инструмент черно-белый, который по умолчанию обесцвечивает изображение. И позволяет акцентировать внимание на каких-то деталях, ну, в плане черно-белости, да? Следующий момент, который этот инструмент делает, смотрите, он придает нашему черно-белому изображению оттенок. Для этого достаточно щелкнуть вот сюда, видите? И наше изображение по умолчанию погружается в цвет сепи. Он по умолчанию здесь стоит, да? И, соответственно, мы можем этот цвет сепи изменить на другой. Смотрите, я щелкаю по этому квадратику, да? И у меня появляется уже известная нам цветовая палитра. И если мы будем, значит, по ней, значит, менять цвет, то мы будем видеть, что оттенок всего изображения у нас меняется на тот цвет, который мы выбираем. И это тоже один из вариантов творческой обработки изображений. Если я выбираю, например, синий цвет, то двигая вот этим, как бы, вот этой точкой, да, в большом квадрате цветовой палитры, мы можем, значит, цвет более точно подбирать. И здесь, соответственно, вы можете выбрать любой цвет. Вот видите, да? То есть вам уже становится ясна и понятно, значит, та технология, по которой я делал вот предыдущее изображение, где вот эти вот цветные панельки такие, как у нас существует, там, три девушки, где танцевали, да? Вот. Примерно так. Так. Что хочу сказать по поводу тонирования. Вы можете любой цвет выбрать, но единственное, что не нужно делать, никогда не надо выбирать вот такой вот густой цвет, видите? Иначе начнут появляться так называемые цветовые шумы, да, которые будут, ну, не очень приятно смотреться, да? Поэтому где-то вот в этой области выбирайте тонирование цветовое в случае необходимости, и у вас все будет получаться. Вот теперь ОК я нажал, видите, у нас затонировалось изображение вот в этот цвет. Также этот цвет мы можем подбирать, менять здесь, видите? Мы двигаем вот эти движки и можем тоже этот цвет менять. То есть здесь есть несколько подходов к выбору цвета тонировки. Если оттенок убираю, у нас изображение становится обратно черно-белым. Вот. Если я нажму ОК, то у меня, в принципе, результат зафиксируется. Если нажму ОТМЕН, то, соответственно, вот я ОТМЕН нажимаю, у нас изображение возвращается в исходное положение. Итак, мы с вами сейчас знаем, что такое инструмент черно-белое и какими возможностями он обладает. Теперь давайте вернемся вот к этому нашему изображению и рассмотрим, как я сделал вот эти цветовые панели, которые около трех вот этих вот танцующих девушек. Ну, это, собственно говоря, одна девушка, просто скомпилированная на одном холсте. Как я это сделал? Ну, здесь все очень просто, да? Немножко из прошлого урока, да? Я возьму здесь информацию. То есть, смотрите, я беру инструмент выделения. Вот, видите? И создаю вот такую тонкую панельку, да? Ну, я вот решил, что я хочу вот так сделать, да? И смотрите, мы уже с вами знаем, что мы можем трансформировать, трансформировать, то есть вращать, увеличивать в размере определенное изображение на определенном слое. Это свободное трансформирование называется. Но мы также можем трансформировать и выделенную область, если это необходимо. Вот я, например, сейчас хочу повернуть эту область немножко под углом, да? Но я использую уже не инструмент свободное трансформирование, нет, не его. А мы идем в пункт меню выделения. Вот, и у нас здесь есть такая команда трансформировать выделенную область. И эта команда влияет только на выделенную область, как вы понимаете. Видите, у нас выделенная область, значит, заключилась в такие трансформационные манипуляторы. Я теперь могу вот так вот повернуть. Вот, настроить эту область так, как мне нужно. Ну, примерно вот так вот, да? Захватывая ее основной силуэт. Вот, нажимаю Согласиться. И теперь я нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-J. И смотрите, видите, у меня вот это вот, соответственно, выделение на новом слое появилось, да? Ну, эти, как бы, комбинации клавиш нам уже знакомы. Я из области выделения снова перехожу на область перемещения, на инструмент перемещения. И теперь давайте мы сделаем вот что. Мы с вами сейчас придадим цвет этой панельке. Поскольку эта панель сейчас находится строго над этим изображением, мы ее, как бы, даже и не видим, да? Но, если я пойду в пункт меню изображения, коррекция, черно-белое, немножко подвину сюда, смотрите, видите, вот эта часть, вот этой панельки, она стала черно-белой. Ну, это не очень пока симпатично смотрится, но давайте мы ее затонируем, да? То есть вот этот слой я затонирую. Соответственно, инструмент будет влиять только на тот слой, на котором я нахожусь, и не будет влиять на этот. Я нажимаю оттенок, да? Видите, он у меня стал желтенький такой. Ну, давайте я какой-нибудь цвет выберу, ну, например, пускай он будет вот такой вот, ну, типа пурпурный, да? Ну, я не буду его слишком густым выбирать. Вот видите, это некрасиво смотрится, шумы появляются где-то. Вот здесь беру, вот примерно так. Нажимаю ОК. И здесь тоже нажимаю ОК. И я сделаю эту панель, чтобы она выделялась более отчетливее, я сделаю для нее тень. Как делать тень, мы тоже с вами знаем. Я иду в инструмент FX, ну, то есть стиль наложения, да? Добавить стиль слоя. Иду в параметры наложения. Вот он у меня появился, да? Эта панель появилась. Я нажимаю тень, вот. И, соответственно, параметры тени мы, как выбирать, тоже знаем. Мы можем восстановить значение по умолчанию. Видите? И уже собственную тень настроить. Давайте я сделаю здесь опять 75 непрозрачности. Сделаю 120 градусов стоит. И буду смещать каждый элемент немного так, чтобы у меня появилась тень такая, как я ее хочу увидеть. Ну, вот, например, пускай это будет выглядеть вот таким вот образом. Вот. Я думаю, что так вполне сгодится. Нажимаю ОК. И все остальные панельки я делаю точно таким же образом. Не забывая при этом, когда я делаю выделение, и буду его копировать, вставать на фоновое изображение, чтобы я именно здесь это делал. Среднюю панель я, наверное, поворачивать не буду. Поэтому я просто ее делаю вот такой вот прямой. Кстати, когда я вот и выделение сделал, и если я нахожусь в режиме новая выделенная область, то я могу это выделение и перемещать. Видите? Этим же инструментом, не переходя на другой инструмент. И таким же образом я с фонового слоя нажимаю комбинацию клавишку Ctrl J, скопировал на новый слой, пошел в пункт меню изображения коррекция черно-белая, взял какой-то цвет тонировки. Ну, во-первых, тонировку включил и выбираю цвет тонировки. Ну, у нас... Давай сюда встану и выберу какой-нибудь... Ну, например, пускай вот такой синеватый цвет будет. Да? Вот. И... Немного густоту его забавляю. Вот так вот. Нажимаю ОК. И тоже нажимаю ОК. И чтобы вновь мне эффекты не включать через FX, я могу стиль отсюда скопировать. Правой кнопочкой щелкаю. Так. Выполняю команду скопировать стиль слоя. Иду на нижний слой. Правую кнопочку. И вклеить стиль слоя. Видите? Я, в принципе, выполняю то, что мы на прошлом занятии делали. Вот. Единственная разница, что вот мы затонировали эти элементы. Рамочку мы здесь не делаем. И трансформировали в выделенную область. Снова встаю на фоновое изображение. Снова создаю выделение. Вот такое вот, да? И иду снова в выделение. Трансформировать в выделенную область. Немного поворачиваю. Вот так вот. Да? Можно его, кстати, вот так вот пониже опустить. Если мы хотим, чтобы вот эта область тоже заходила. И соглашаюсь. Нажимаю на эту кнопочку. Вот. Выделение есть. И находясь здесь, я снова нажимаю комбинацию клавиш Ctrl J. Вот. И снова тонирую этот слой. Иду в изображение. Коллекция. Так. Черно-белое. Оттенок. Ну, какой оттенок мы выберем? Давайте выберем какой-нибудь зеленоватый, может быть. Или такой вот более теплый, может быть, подобрать. Ну, пускай такой и будет. Нажимаю ОК. Нажимаю ОК. Ну, поскольку у меня скопированный эффект в памяти имеется, я просто правой кнопочкой сюда щелкаю и говорю вклеить стиль слоя. И вот у меня получается вот такой вот креативный коллажик. Очень простой, но эффектно смотрится, я могу так сказать. Ну, собственно говоря, на этом все. В данном уроке мы научились с вами работать с инструментом черно-белое и тонировать изображение в какой-то оттенок. Мы также научились трансформировать выделенную область. Вот. В принципе, вот две вещи, которые мы научились, а все остальное мы уже с вами умели и этот коллаж сделали с использованием всех этих инструментов. Ну, большое спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok